Так, ну что, всем привет. Сейчас запишу краткий видеоролик, когда нужно ставить стоп-лосс и зачем он вообще нужен. В целом я уже записывал подобный видеоролик, но меня просили обновить его и записать более, скажем так, детально и более, скажем так, открытый и надежный проект, что выплачивает ежедневную прибыль от 3 до 9%, это mix.eth.io. Имея инвестиции данного типа, в вашем портфеле вы получаете на постоянной основе стабильный доход в эфире с минимальными рисками. Ведь данный проект выплачивает лучшие дивиденды на рынке за счет профессиональных трейдеров рынка с большим опытом. Я лично вложил в данный проект 4 эфира и получаю по 6% ежедневной прибыли в день и очень доволен работой данной команды. Рекомендую ознакомиться с данным проектом, ибо это один из лучших вариантов получать стабильную прибыль на постоянной основе. Ссылка на проект в описании под роликом. Обновленную версию. Вот. Ну, так как я сейчас на Binance не залогинен, я вкратце объясню, то есть, для чего вообще нужен стоп-лосс. Стоп-лосс нужен, чтобы избежать потери ваших денег. То есть, допустим, если вы торгуете там средний срок, либо краткосрок, то, соответственно, вы заходите, к примеру, вы закупились где-то вот здесь вот. Вот. Вы ставите стоп-лосс. Ну, или, допустим, хорошо, давайте проведем пример, что вас, допустим, вынесло по стопу. Вы закупились вот здесь, ну, на вот этой зеленом молоте, да, на этой свечке. И, соответственно, потом вы поставили стоп-лосс, к примеру, за вот эту свечу. Ну, допустим, я абстрактно возьму. Понятное дело, тут заходить не было смысла, но, допустим, вы зашли, поставили стоп-лосс вот здесь. И стоп у вас, ну, давайте глянем, сколько здесь получился. 4%, там, 3,5 может. Вот. Вас вынесло по стопу. Ну, соответственно, вы ушли в небольшой минус, но за счет этого вы не стали терять остальные, там, сколько тут, упали мы еще на 7% или, там, 8 почти процентов, вы не стали терять деньги. Это если вы торгуете, там, средний срок, краткосрок. Вот. Но в средний срок, опять же-таки, я больше рассматриваю с точки зрения инвестиций. У меня своя система, поэтому, если кого интересует, можете писать в комментах, я объясню. Ну, и в целом, я думаю, кому понятно, кто уже давно следит за моим каналом, и так все ясно. Вот. Поэтому стоп, как выставляется. Лимит, это, получается, у нас идет. Стоп, лимит, это на покупку. Если на продажу, вы ставите на продажу. То есть, вы закупились, и вы ставите на продажу. То есть, чтобы поставить стоп-лосс, вы выставляете стоп и потом лимит. Ну, там плюс-минус значения надо ставить одинаково, потому что идет сначала тейгерное значение. То есть, что это значит? То есть, сначала вашу заявку цепляет. Если, допустим, цена не пойдет ниже, к примеру, вы поставили, ну, пускай будет сейчас сколько там, 31. 31 вы поставили 461, или там, ну, ладно, давайте возьмем 31,465. Если оно до нее дотронулось, то у вас срабатывают тейги. То есть, ну, это как предупредительная заявка. Я уже объяснял, например, как светофор. Да, у вас загорается желтый свет. Если потом опускается цена ниже до 460, то, соответственно, это загорается зеленый. И, соответственно, у вас срабатывает ордер на продажу. И, соответственно, ваши монеты, купленные ранее, продаются. Опять же, такие количества вы указываете. Ну, допустим, вы там закупили, к примеру, здесь там, ну, пускай будет 2 биткоина. И после этого у вас эти 2 биткоина продаются. Вот. Поэтому. Дальше. Если вы захотите их продать, если с точки зрения инвестиций стоп-лосс нет смысла ставить, ну, об этом я расскажу в другом видосе. Вот. Ну, как стоп-лосс ставить, там у меня отдельный видос на канале был. Там 2 минуты, по-моему, или минуту он идет. Поэтому можете глянуть. Там я более подробно все это показывал, рассказывал. Не вижу смысла заморачиваться. Зачем он вообще нужен, чтобы предотвратить потерю денег, если вы торгуете на более там краткосрочных каких-то таймфреймах. А там на том же часовике, либо еще как-то там на минутках и так далее. Но у меня система более, ну, и долгосрочная, и среднесрочная. То есть я в основном сверяюсь на часовике и 4-х часовике, но я торгую в основном подневки. Вот. Потому что на более мелких таймфреймах слишком много времени на это уходит. И, ну, мелкие движения слишком для меня. Ну, лично, мое мнение. То есть если кто-то зарабатывает, окей, там надо просто большим объемом заходить, чтобы... То есть вам надо брать за счет объема, а не за счет движения. То есть вы можете взять 10% движения, но зайти хорошим объемом, там, на несколько тысяч долларов, и за счет этого выйти в плюс. Вот. Поэтому такие дела. Надеюсь, вкратце объяснил, для чего нужен стоп-лосс. Если есть какие-то вопросы, можете глянуть. Там первый видос я записывал, но тут объяснил более подробно. Надежный проект, с которого можно получать от 3 до 9% ежедневной прибыли, это mix.eth.io. Рекомендую ознакомиться. Ссылка на проект в описании под роликом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова